Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня кратко на примере тренировки бицепса и трицепса я покажу вам, как правильно тренировать мышечные волокна. Мы знаем, что есть два типа мышечных волокон, гликолитический и окислительный. Существует еще и пробежуточный, но в данном конкретном случае он нас не интересует. Мы знаем, что есть четыре фактора. Это гормоны, свободные аминокислоты, наличие креатинфосфата и оптимальное необходимое закисление мышц, для того, чтобы прошли процессы, которые будут наращивать наши мышцы. Кстати, когда вы хотите сбрасывать жирок, это тоже лучший вид нагрузки. Никакое кардио. Кардио провоцирует наоборот катаболизм. А это нам с вами не нужно. И кардио учит организм накапливать жиры, а не избавляться от него. Единственное, что будет лимитировать, будем мы набирать или будем мы худеть, это питание, как вы уже понимаете. Все эти четыре фактора работают над любым видом тренинга. Будь то гликолитический, будь то окислительный. Начнем с гликолитических мышечных волокон. В чем суть? Суть в том, чтобы брать вес больше 50%. Желательно 80-85%. Не каждый, конечно, сможет работать с таким большим весом. И выполнять работу в таком диапазоне, чтобы вы испытали отказ на 20-40 секунде. Для чего это нужно? Не буду сильно вдаваться в подробности. Нужно это для того, чтобы как раз таки запустить все эти четыре фактора, которые будут работать на наши цели и задачи. Амплитуда может быть немножечко ограниченная, может быть полная. Все зависит от вас. Если вы будете ограничивать амплитуду, то, естественно, и закисление, утомление произойдет быстрее. Работать с большим весом хорошо, потому что подключается больше двигательных единиц. И сложнее в ограниченной амплитуде. Поэтому смело работайте в полной амплитуде и будет вам счастье. Здесь все понятно. Я делаю разминочные подходы для бицепса, выставляю рабочий вес и работаю. Затем делаю разминочные подходы. Для трицепса выставляю рабочий вес и работаю. Запомнили, да? 20-40 секунд под нагрузкой и необходимо прийти к такому утомлению, чтобы наступил мышечный отказ. Для чего это нужно, я уже объяснил выше. Если же мы захотим затронуть окислительные и мышечные волокна, то нужно выбирать такой вес, чтобы он был где-то 30-40%. Кто-то сможет, может быть, и с 50%, но таких людей мало. Но если вы будете брать уже больше 50%, то, друзья, естественно, будет подключаться уже гликолитическое мышечное волокно. А нам с вами этого не нужно. Вот как раз таки в работе над окислительным мышечным волокном нужно ограничивать амплитуду движения для усложнения оттока крови от работающей мышцы. Все это очень просто и понятно. Обычно утомление в таком режиме работы наступает уже очень сильное жжение к 30 секунде. Поэтому 30-35 секунд работаем в ограниченном участке амплитуды, желательно в самом его тяжелом участке. И, друзья, темп должен быть слегка замедленным. Если делать очень быстро, то, в принципе, будут подключаться гликолитические мышечные волокна. А мы с вами стараемся этого избежать. Все верно. Здесь немножечко отличаться будет работа. Если над гликолитическим мышечным волокном мы с вами поработали над бицепсом, отдохнули минимум 2 минуты, минимум, а лучше 5-10, и сделали трицепс. Но, обращаю ваше внимание, отдых 5-10 минут – это отдых не между подходом на бицепс и на трицепс. Это отдых между подходом на одну и ту же работающую мышцу. Другими словами, между подходами на бицепс у вас должно пройти до 10 минут. От 5 до 10 минут. Между подходами на бицепс и трицепс должно пройти минимум 2 минуты. Вот таким образом, как раз таки, ходя от тренажера к тренажеру или от штанги к штанге, вы сможете лимитировать нагрузку, сможете грамотно тренироваться. Что же касается окислительного мышечного волокна, то здесь мы делаем сначала 3 мини-серии. Помните, я вам говорил о работе под нагрузкой 30-35 секунд? Вы должны сделать один такой подходик, затем ровно 30 секунд отдохнуть и снова повторить этот подходик в 30-35 секунд. Затем снова отдых 30 секунд и, друзья, очередная работа. Вот три таких заходика называются серией в работе над окислительным мышечным волокном. После этого должно пройти 10 минут, перед тем, как вы вернетесь снова к тренировке однотипной мышечной группы. Если это был бицепс, то через 10 минут только можно сделать еще одну серию. Пока мы отдыхаем, то же самое мы делаем для трицепса. 30 секунд поработали в ограниченной амплитуде, в медленном темпе движений. 30 секунд отдохнули. 30-35 секунд поработали. 30 секунд отдохнули и очередной подходик 30-35 секунд. Главное – острое ощущение сжения. Вы должны чувствовать, что мышцы действительно сильно закисляются. Вы можете смело делать, работая над окислительным мышечным волокном, три такие серии на бицепс и три такие серии на трицепс. Что касается гликолитических мышечных волокон, то общее количество подходов рабочих не должно превышать все-таки девяти. Это могут быть три разных упражнения на бицепс и на трицепс. К примеру, подъем штанги на бицепс три подходика сделаете, затем сделаете какое-то другое упражнение и какое-то другое еще упражнение. К примеру, это могут быть подъемы гантелями и это могут быть подъемы в тренажере одной рукой. Все на ваше усмотрение. Не забывайте, что бицепс всегда работает двумя головками. Точно так же, как и трицепс всегда работает тремя головками. Поэтому будет это набор из нескольких двух-трех упражнений или одно упражнение на всей тренировке решать вам. Я люблю работать в одном упражнении. А в следующий раз, когда возвращаюсь к проработке этих мышечных групп, работать уже в другом упражнении. Для чего? А я лишний раз убеждаюсь, что именно каждое упражнение, кто бы что ни говорил, прокачивает как раз-таки всю целевую мышечную группу, потому что она болит вся. И внешняя головка бицепса работает, и внутренняя. То же самое касается и трицепса. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры, и нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях, ставить лайк или дизлайк, обязательно написать комментарий. Все это помогает, и это лучшая благодарность от вас и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу.